Это камень у нас там есть на клубе, на котором растут растения. Это я считаю, как не символ, а как истинный наутим. На вовом камне без ничего растет растение, ему всего хватает. И оно у нас сегодня растет по всему, по большому камню, уже очень много росточков, и вот каждый вид, что он у нас идет, дает семена и размножается дальше. То есть, если человек не вмешивается, растение все хватает. Ну, где мы находимся, вы знаете, видительность протеи, ну, почву видели нашу. Я никогда не жалую за нашу почву, я говорю, что в любых условиях, в любых почвах, даже на первых самых почвах, можно иметь достойные прибыли урожая. И сегодня в советские годы получали, когда у нас было 5,5 земли хозяйства, было около 30 механизаторов хозяйства. Получали очень много количества удобрений. А урожая у нас с самым максимальным перед 20 целью. Сегодня мы уже подходим по 10 целью на круг. Я вам говорю, есть участки, небольшие участки, где земля более плодородная, и мы получаем по 80 целью на этих участках. Есть такие участки. Это не верится, но это факт. Как-то без ничего получать урожая. Это все реально. Ну, камни, вы наши видели. Очень много. Это, повтори, как было второе поле, где мы сегодня находились, где размыло его. Красивое, шикарное поле. И вот, что с него стало после одновременно. Сонок плодородной земли, с этого поле по уходило. Она миллионы лет опросовывалась. За какие-то 50 минут она вся учитывала. Мы вся, она очень много. Вот. Пыльные бури. Это явление стало очень частым. Почти по всех регионах. Вот эта, та свежевымытая была еще. И мы сейчас находились над полем. Она останется на многие-многие годы. А произошло всего за 50 минут. Вот растение, по стороне этой метро-треи-бурьяны, 30 сантиметров полем. Видите? Сюда почву ушло с полем. Слодородная почва. Я сейчас и говорю за пирамиду. Так проще представлять пирамиду. И начинают обычно все с первого этапа на эфир. Отказ от обработки почвы. Сегодня это приятно. И среди вас есть явно их ребят, которые уже пошли дальше, дальше и дальше. Которые уже не остановились на первом этапе. Которые понимают, что только на следующих этапах мы можем уже возрождать плодородные почвы. Этот этап дает нам сохранение плодородной почвы. А уже следующие ступени дают нам... Вот здесь сеет, как вы все видели. Сеет. Вот это озер-бригада в нашей поле. Вчера мы всегда к нему подъезжали. Я говорил, где получили 35 сантиметров. Где поле не сеяло 40 лет. Никому не мерзло было. Там максимально получали урожайность в 10 сантиметров. Сегодня же на этом поле у нас, я говорю, что делать эксперименты, там уже третий год непрерывно живые корни. Третий год непрерывно живые. То есть если мы сеем дирогие культуры, мы сеем дважды поклонные культуры. И золотой силы, динамусе, чтобы весной сеять жилые корни. И вот в стоячую массу иногда насеет сиелка. Если бы у нас была бы сегодня сиелка, это аналогистская, хорошая, то мы все лучше видели, элементарно это сиелка в сиелах. Но мы сиел как мы можем. Потому что мы хотим улучшать. Но не позволяет, ну да, средства, это не эта вещь. Это степь. Вот следующий лет. Повторяю, здесь очень важный сиелоборот. Очень важный. Чем больше культур силы породия, или не культур, семей странных, тем это лучше для почки. Пожде быть разнообразие. Должны быть корни и бочковатые, и, конечно, обязательно должны быть сержевой корни. И чем больше корни, тем это лучше для почки. И покровные, вот эти ступени, поставлены живые корни должны быть. Это первый год мы начинали, чтобы его не мешали. Это первые наши покровные, первые наши опыты. Вот я уже не вернулся, потому что слышал. На одном поле первый год мы посеяли покровные и оставили контрольную полосу без покровных. И вот видна какая-то структура, два поля рядышком, то есть покровные какая-то структура. И на мути, у кого-то стерня все есть, они будут покровные, какая-то структура почек. Совершенно разная. То есть если нет живых корней, структура не веряется в поле. Она постоянно что-то лежит на рекорде. Тогда будет структура. Тогда вся влага будет впитаться. Тогда и не копление влаги, и все будет. Вот там пару, где мы находились, после того линия 100 миллиметров пропиталось всего 20 сантиметров, как начало почву. Вся влага полностью ушла с поля вместе с землей. Только много 100 миллиметров, сколько осадков, как хорошо эта педаль получилась. И вот наше поле рядышком через дорогу. Но на стерня, там были покровные, вся влага какая-то, и даже чередя, там были отзывы вверх. Вся влага на месте. То есть есть структура, есть влага, может вся питаться. И может больше питаться, и 200, и 300 миллиметров. Началась уже были для опыта американцев. Ну вот мы дошли до четвертого этапа, отказ от минеральных удобрений. И я все же не видел, как может быть, из минеральных оно и расти. А получается, в наших условиях, особенно, у нас очень хорошо это видно. На свет, но бывает, чтобы была весной хорошая влага. И зачастую удобрения работают на минус у нас. Почему мы их, приначале мы не отказались. А сегодня мы видим, что без них мы можем лучше иметь урожай. Ну вот что, зима, это укрытое, что это, попробовать это позже, а на самом деле позже. Вы же знаете, в почве находится биота. А ровно количество биота. Биота – живые организмы. Те самые белки. А белки при температуре, там, выше 40 градусов, 45, там, они свертаются, погибают. И если почва укрытая, там температура будет 20, меньше градусов, может быть, так. Ну, максимум 25. Т.е. влага вся сохраняется, и живая острая биота. Процессы, все почвенные, почвенозавания, улучшения идут. Почва открытая, я называю это сковородка раскаленная. То есть, все живое погибает, почвы. Когда температура, говорят, 70 градусов, там, ничего живого не остается. Поэтому наша задача, чтобы была постоянно открытая почва. Ну, вот здесь, на одном участке, где, я говорю, что, 19-43 градуса. И с ровной тоже начинает погибать. Ну, снега задержали, и так далее, и накопление. Вот здесь живые корни, земля не промоклинировала совершенно. И там, ну, вот видно. Это прямо с самого верха червяки было. Зимой червяки после самого верха. То есть, и зимой они нам привозят пользу. Это я показал пример. Лен мы бирали отчесом и биром кальбонированием. У нас очень сильные ветра. И весь снег, который выпадает, он сохраняет врата, где есть более сильные остатки. Если бахота, культируация, все полностью сдувается. Поле черное. Если есть и доставки, и вот лен, который, знаете, ниточка тоненькая, начался, было 22 сантиметра, на этом было, ну, там, 8 или 40 сантиметров снега было. Сколько было стерней, сколько снега осталось. То есть, даже и он сохраняет тот снег. Ну, это на том поле еще гороу поспит. На камнях, какие камни, какие покровные там, пути камня. Это уже научили, и он забил трафар, и он говорит, потому что мальчила-то называется, измельчает все остатки. Может, я не прямо выражаюсь, мы сильные люди, правда, я понимаю, что это почва рвота лица. Это только измельчается покровная грудь. На этот пример, где у нас работали покровные. Вот это, да, был посеянный покровный полоса снизу, где-то 20-й год. Здесь на что и хуже видно. Вот это поле было посеяно длину, а вот такие покровные снизу. Было прямо отрезано урожайности. Когда там вот у нас все вымерзло, там было 12 сантиметров, а здесь было 14. Только из-за них покровных на 20% выражаем на поле был выше. Это посетный синг жирю. Вот исходы, простая школа покровной культуры. вот чтобы я просилtsåт так вот что мы все съели и все смеси, да вот какие кабачки были в том году в том году тоже была очень, уже тогда на август месяц сентябрь была очень сухая и многие пчеловоды занимаются, очень жаловались ковыли сахаром А наши ребята, все, которые мы стоят, очень радовались, потому что на поле было много цветущих растений, вот такие цели, вот на самом деле регионовали. Какие непохучие, какие-то кустыницы, ставки ставки. Вот на икон, вот такая редька, в том году, в этом лагере что-то меньше, по стопее. Ну, это было. И обалденная, это икон ставки, редька такая, варенье, нарисоватая. Очень целого. Это же на оси тормознули покровные культуры. Вот я рассказывал сегодня за посевку кукурузы в Вику. Вот это крайне упорное Вика посеянное. Мы уже накрыли эркоцидом, уже всеваем накрытую культуру. Есть Вика, дальше Вика с рожью, и дальше ничего не было. То есть прошло два года, вот вы ребята, вы его там у нас, как пшеницы, прямо как отрезано. Вот я чисто Вика, два года еще отдача, один капитал, что пшеница такая стрела масса. Вика с рожью похуже, ей ничего не было, там много хуже было. То есть покровные работают не один год. Если их каждый год сеять, будет постоянная отдача. И у нас, я уже говорил, это проблема, мы боимся весеннего посева, потому что все сеют, не боимся, мы убираемся. Все сеют соседи, а мы не сеем, ба-ба-ба. И сея-ка забивается, особенно дисковая сея-ка плохо идет. Вот по кругу Вики, сея-ка прекраснейшая пошла, дисковая сея. Нигде не забивалась, и посева почти не видно было, видимо посева. А когда сеет, без ничего она себе выкидывает, знаете ж, получается очень некрасиво. Вот это была рожь, это ничего не было, это одно и то же поле. И вот такая структура была после Вики. Нигде не такая структура, почерк. А это уже мне ничего не было. Тоже науки вроде как все, совершенно разные структуры. Ни в корне, ни в структуру. Вот сходи как у Вики пошли. Такие века уже засохли. Вики прекрасно вылезла. Вот в кузове, вот где начатки воротили у нас. Науки сиелка зерновая посеяла. Убрали тоже жаркость. Ну мы сием 20-каксу до синийца в бушной сея. Поэтому мы убираем обычную жаркость зерновой. То есть потери везде были. И зерновая сиелка, потому что они сият точно в 1,5. Зерны шли не одного. Но тем не менее кузове получилось удачное. Мы очень 40 центнеров взяли. Это было просто сказка. Да. И Андреев часто бывает. Зелина Михайловна часто гость наш. Тоже проводим сегнары и так далее. Сейчас Леша расскажет, да, более подробно о более высших материях. То есть это уже более высокие, когда мы смотрим те процессы, которые происходят в почве. И все конференции, чем дальше и дальше, все больше высших материй говорится. Уже не говорится, нужен нам ультин, не нужен, что это такое. Уже обсуждаются темы, как нам улучшить по дороге, как нам сегнать наши заправки. На сегодня будет дальше, хуже и хуже, цены будут расти, чем цены космические, на всю химию. Кому-то это приятно. Для нас это очень быстро получается. И мы доказываем себе, в первую очередь, чтобы можно работать без той вредной химии. И сегодня еще ситуация очень большая с каплами у всех у нас, у всех. Поэтому тоже это спасение большое. Спасибо.